Добрый день, коллеги! Меня зовут Ольга Юрьевна Светлышева. Я член Национального союза кадровиков России и преподаю на курсах по кадровому направлению в учебном центре специалист Прим.ГТУ имени Баумана. Сегодня я хотела бы обсудить с вами особенности заполнения дубликата трудовой книжки. Этот и другие вопросы мы рассматриваем на курсах кадровая работа в современной организации 1, 2, 3, 4 уровни и других курсах, которые вы видите сейчас на экране. Эта схема прохождения курсов по кадровому менеджменту есть на нашем сайте специалист.ру. Основные нормативные акты, рекламентирующие работу с трудовой книжкой Трудовой кодекс РФ, постановление правительства Российской Федерации 225 от 16 апреля 2003 года о трудовых книжках и постановление Министерства труда Российской Федерации номер 69 от 10 октября 2003 года об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек. В каких случаях выдается дубликат трудовую книжку? Их всего четыре. Первый случай. Утрата работникам трудовой книжки. Второй. Наличие в трудовой книжке записи об увольнении или переводе признаны недействительные. Третий случай. Если трудовая книжка пришла в негодность, обгорела, порвана, испачкана. И четвертый. Это массовая утрата работодателям трудовых книжек в результате чрезвычайных ситуаций. Перед вами раздел «Сведения о приеме на работу» трудовой книжки. Именно его мы и будем сегодня учиться заполнять. Согласно пункту 7 «Инструкция по заполнению трудовых книжек», дубликат трудовой книжки заполняется в соответствии с разделами 1, 2, 3, 4, 5, 6 настоящей инструкции. Если работник до поступления в данную организацию к данному работодателю уже работал, то при заполнении публиката трудовой книжки в разделе «Сведения о работе» в графе 3 прежде всего вносится запись об общем и или непрерывном трудовом стаже. Общий стаж работы записывается суммарно, то есть указывает общее количество лет, месяцев, дней работы без уточнения, у какого работодателя в какие периоды времени и на каких должностях работал в прошлом владелец трудовой книжки. После этого общий и или непрерывный трудовой стаж работы, подтвержденный надлежащей оформленными документами, записывается по отдельным периодам работы в следующем порядке. Обратите внимание, первая графа не заполняется. В графе 2 указывается дата приема на работу. В графе 3 записывается наименование организации работодателя, где работал работник, а также структурное подразделение и работа, должность, специальность, профессия с указанием квалификации, на которую был принят работник. Например, так. Принят в общество с ограниченной ответственностью компании, ООО компании, в отдел кадров специалистам по кадрам. Если представленными документами подтверждается, что работник переводился на другую постоянную работу в той же организации, у того же работодателя, то об этом также делается соответствующая запись. Например, переведен в обществе с ограниченной ответственностью компания, ООО компании в отдел кадров начальником. Затем в графе 2 указывается дата увольнения, прекращение трудового договора, а в графе 3 причина, основание увольнения, если представленным работникам документы имеются такие данные. В том случае, когда документы не содержат полностью указанных выше сведений о работе в прошлом, в дубликат трудовой книжки вносится только имеющиеся в документах сведения. Запись об увольнении делается следующим образом. Уволен из общества с ограниченной ответственностью. Дальше переходим на следующую страницу. Компания ООО компании по соглашению сторон, статья 77, часть 1, пункт 1 Трудового кодекса Российской Федерации. Возвращаемся на предыдущую страницу. В графе 4 указывается на именовании и даты документа, на основании которого произведены соответствующие записи в дубликате. Например, работник представляет документ трудовой договор, дата номер, выписку из приказа, дата номер и соглашение, дата номер. Оригиналы документов, подтверждающих стаж работы, после снятия с них копий и надлежащего их заверения работодателям или кадровой службы, возвращаются их владельцу. Работодатель обязан оказать содействие работнику в получении документов, подтверждающих стаж его работы, предшествующей поступлению на работу к данному работодателю. Давайте рассмотрим с вами ситуацию, когда работодатель входит в трудовую книжку после записей о предыдущем стаже. Обратите внимание, без пропуска строк работодатель указывает наименование в виде заголовка наименование своей организации, общество с ограниченной ответственностью, холдинг, о холдинг. Затем ставит порядковый номер 1, число месяц год прием на работу и запись о том, что работник принят в службу персонала директором по персоналу. Далее в графе 4 делается ссылка на приказ, приказ, дата и номер. Таким образом заполняется дубликат трудовой книжки. Давайте рассмотрим случай неправильного заполнения трудовой книжки с нарушениями трудового законодательства. Та же самая информация, неправильно внесенная в трудовую книжку, в дубликат трудовой книжки. Обратите внимание, что работодатель вместо общего трудового стажа в графе 3 пишет сразу же наименование своей организации, то есть он входит в трудовую книжку как работодатель. Затем начинается порядковые номера, чего тоже не следует делать при заполнении дубликата трудовой книжки до тех пор, пока работодатель не будет вносить свою запись в трудовую книжку принят в директором по персоналу, в службу персонала. Далее этот работодатель допускает еще одну ошибку, указывает дату соответственно цифровым способом, хотя в инструкции в пункте 1.1 сказано о том, что все даты указываются цифровым способом арабскими цифрами, то есть месяц должен писаться цифрами 0.2, 0.4, 12, 0.1. Далее работодатель указывает при приеме на работу в ООО компания сокращенное номинование организации без полного номинования и порядок указания структурного подразделения и должности тоже нарушен. Вначале указывается согласно пункту 1.3.1, извините, инструкции наименование должность структурного подразделения и только затем идет должность, на которую был принят работник. Сокращения в трудовой книжке не допускаются. В данном случае мы видим сокращение ТД трудовой договор и далее еще одно нарушение – это нарушен порядок даты и номера документа. Обратите внимание, даже в самой трудовой книжке четко сказано в графе 4 сначала указывается документ, затем его дата и номер, то есть вот определенный порядок должен быть. Также нарушение трудового законодательства в следующей записи, где слово «приказ» сокращено, а сокращение не допускается, и в оформлении фразы об увольнении. Уволен по соглашению сторон. Дальше ссылка на статью 78 Трудового кодекса Российской Федерации. Ссылка должна быть не на 78 отсылочную статью, а на 77, согласно пункту 5.2, инструкции по заполнению трудовых книжек, где сказано, что при прекращении трудового договора по основаниям, предусмотренным статьей 77 Трудового кодекса Российской Федерации, в трудовой книжке уносится запись об увольнении и прекращении трудового договора со ссылкой на соответствующий пункт указанной статьи. То есть вместо 78 статьи должна быть указана статья 77, часть 1, пункт 1 Трудового кодекса Российской Федерации. В данном случае при заполнении дубликата трудовой книжки А работник не знакомится с записями и отиск печати не ставится, поскольку сразу же работодатель входит в трудовую книжку под своим названием и дальше указывает информацию о принятии работника на работу в его организацию. Как видите, здесь 8 ошибок допущены. Это достаточно серьезные ошибки, поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Мы рассмотрели с вами только одну из особенностей заполнения трудовых книжек. Если же вы хотите знать, как правильно оформлять и вести трудовые книжки, вкладыши в них, приглашаем вас на курсы «Учебный центр специалист. Прим. ГТУ имени Баумана», где вы освоите все нюансы кадрового дела и получите престижные документы об окончании. В первую очередь, конечно, это курс «Кадровая работа в современной организации. Первый, второй, третий и четвертый уровни». Спасибо вам за внимание. Свои вопросы можете присылать по адресу осветлышева.собакоспециалист.ру Всего вам хорошего. До свидания.